Владимир Ильич Ленин был и по сей день остается фигурой, которая собирает вокруг себя множество споров. Неизменным остается одно – величие и значимость политика не только на его родине, но и по всему миру. Поэтому все, что связано с семьей революционеры, вызывает неподдельный интерес. За эти почти сто лет в доме-музее побывало 14,5 миллионов человек. Это рабочие колпозники, воины, студенты и школьники, писатели и зодчие, покорители арктичесмонавтов, то есть люди разных возрастов и профессий, с разными отзывами. И если перелистать книги отзывов за все эти годы, то понимание географии мира заговорит на разных языках. Сотни художников, приезжая в Ульяновск, стремились запечатлеть с натуры памятные ленинские места. Сегодня эти произведения искусства экспонируются выставкой, которая показывает дом Ленина во многих периодах прошлого столетия, за счет чего зритель может окунуться в разные десятилетия 20 века. Фактически они показывают эволюцию и улицы Ленина, бывшей Московской, за эти годы, и самого дома, который был неоднократно реставрирован за 20 лет. Но в том и его прелесть, что он сохранил свою мемориальность, что в нем до сих пор ощущается атмосфера, в которой проживала семья Ульянова. Первым, кто обратился к теме Ленинского дома, был наш земляк, симбирский художник Дмитрий Архангельский. Его коллекция акварелей с документальной точностью зафиксировала старый Симбирск именно таким, каким его видел юный Володя Ульянов. Карандашные эскизы Архангельского помогли воссоздать бытовую обстановку семьи. Музей также представил работы супругов Богомоловых, Бориса Склирука, Юрия Крикловенского, Петерса Раудувы, а также народного советского художника Евгения Куманькова, являющегося выдающимся мастером графических изображений. Наиболее яркий экспонат – афортный станок, преподнесенный музею в дар художницей Нины Черноваловой, которая делала на нем небольшие экслибрисы. Агрегат «Веры и правды» прослужил владелице более 40 лет. Теперь же для него отведено почетное место в музее Ленина. В рабочем состоянии на нем можно работать прекрасно. Несмотря на схожесть сюжетов, каждая картина выставки уникальна. Разнообразие художественных приемов и индивидуальный почерк каждого из авторов делают эти полотна самобытными. Ознакомиться с экспонатами выставки и окунуться в Симбирск 20 века ульяновцы смогут до 10 декабря.